На этой неделе стало известно, что в будущем году Англиканская Церковь планирует принести извинения евреям в связи с тем, что исполнится 800 лет Оксфордского Синода, когда были приняты антисемитские законы в 1222 году, результатом которых в результате стало изгнание английских евреев в 1290 году. Планируя официальные извинения, Церковь Англии берет на себя ответственность за христианский антисемитизм, который предшествовал ее основанию в 1534 году. То есть Англиканская Церковь возникла через 300 лет после этого Синода Католической Церкви и тогда еще. Это одна из самых удивительных вещей. В 2019 году Англиканская Церковь уже опубликовала документ под названием «Неизменное Слово Божье», в котором подчеркивалась важность христианско-еврейских отношений и признавалась, что столетия христианского антисемитизма в Европе заложили основу для Холокоста. В то время главный ровен Англии Фраем Мирвис заявил, что документ представляет собой шаг вперед, но он не оправдал всех ожиданий, поскольку в нем не отвергалась история Церкви, стремившейся обратить евреев. Это один из самых болезненных вопросов в отношении евреев с католической церкви в частности, но и англиканской. Это попытки постоянного обращения евреев, в том числе насильственного. И вторая новость тоже из Британии. Британский комедийный актер, режиссер, кинопродюсер, писатель Саша Барон Коэн подал иск к американской компании, специализирующейся на продаже медицинской марихуаны. Компания разрестила на рекламе свои продукции изображения Барата, того самого Барата, вымышленного казахстанского журналиста, роль которого сыграл Коэн. Как сообщает The Hollywood Reporter, в иске подданном в суд штата Массачуссис британский актер обвиняет Solar Therapeutics в нарушении авторских прав и незаконной рекламе. Но то, что нам особенно интересно, Коэн сообщил, что он никогда не употреблял марихуану. Кроме того, в виске отмечается, что Коэн родился в ортодоксальной еврейской семье, он ревностный иудей, гордится своим культурным наследием. Он не хочет быть втянутым в вышесточенные споры в ортодоксальном еврейском сообществе о том, дозволяют ли еврейские традиции, обычаи и правила употреблять марихуану. Ну, все это хорошо. Коэн хочет 9 миллионов долларов. Третья новость пришла из Израиля. Экс-депутат Кнессета от Наш Дом Израиль Фаина Киршенбаум приговорена к 10 годам тюремного заключения по делу о взяточничестве. Фаина Киршенбаум – это один из самых ярких представителей русской Алии, одна из самых высокопоставленных представительниц этой Алии, правая рука Авигдора Либермано, который сейчас возглавляет Министерство финансов. Напрямую самого Либермана никак с обвинениями Киршенбаум не связывают. Однако в решении судьи Иерона Леви заявлено, что Киршенбаум систематически хитро и изощренно брала взятки на протяжении шести лет у восьми отдельных, несвязанных между собой источников на сумму около двух миллионов шекелей. И по его словам, льготы и денежные средства были использованы Киршенбаум членами ее семьи, доверенными лицами и партией Исраэль Бейтейну. Так что очень может быть, что дело Киршенбаума – это только начало большого расследования. Впрочем, самого Виктора Либермано в свое время освободили от ответственности, признав его невиновность. Это уже не первый случай осуждения людей Исраэль Бейтейну. Депутат этой партии, бывший министр туризма Израиля Стас Месежников, в октябре 2017 года был отправлен в тюрьму на 15-месячный срок после того, как был осужден за попытку найти работу для своей любовницы в 2012 году путем финансирования студенческого фестиваля в Эйлате за счет средств министерства. В общем, Исраэль Бейтейну, партия, которая сейчас является одной из основных в коалиции, в том числе на волне борьбы США с партией сифардов, религиозных сифардов, которых как раз Исраэль Бейтейну постоянно обвинял в коррупции, вот сейчас получил очередной удар именно в антикоррупционных скандалах, 10 лет это огромный срок, не могу не сказать, что Фаину Кершинбау мне очень жаль, женщина, уже вовсе не молодая, провести 10 лет в тюрьме, это совершенно страшный переговор, дай бог ей все это пережить с достоинством. Совершенно потрясающие, сенсационные сведения пришли вновь от израильских археологов, они нас радуют практически каждую неделю, если вы заметили. В Иерусалиме найдены неповрежденные участки крепостной стены эпохи первого храма. Согласно стиху 10, в 25 главе Второй книги царей, вся вавилонская сила, которая была с начальником стража, разрушила стены Иерусалима со всех сторон. Но вот эта недавно найденная, сохранившаяся часть восточной городской стены, соединенная с двумя ранее раскопанными и задокументированными частями, означает, что потенциально вся восточная стена на самом деле не была разрушена завоевателями вавилонянами. И благодаря этому открытию археологи теперь могут реконструировать участок стены, окружавший древнюю столицу Иудейского царства, накануне ее разрушения, которое отмечается 9 ава. То есть в субботу вечером мы начинаем отмечать этот самый горький день в еврейской истории, день, когда были разрушены оба храма. Ну вот это новое исследование, оно среди прочего продолжает ряд исследований участков времен первого храма, в частности говорящих о том, что после предполагаемого полного разрушения и изгнания, тем не менее евреи продолжали жить в Иерусалиме, остались какие-то их небольшие селения, которые использовали развалины и так далее. В общем, наше прошлое все время подвергается новым ревизиям, будем ждать новых открытий и это совершенно, по-моему, замечательно и увлекательно. Книга недели на этой неделе совсем не новая, это книга второго издания, которая у нас вышла уже полгода назад, потому что первое издание совершенно закончилось. И это самый глубокий, самый аутентичный, самый авторитетный труд о, собственно, учении Хаббада, учении любавческого хасидизма, который, конечно, представляет из себя одно из самых ярких явлений за последние 300 лет еврейской мысли. От своего основателя, рабешнеурзалмана, изляд, который основывал свое учение на учении Балшимтова на Кабале, на тайной торе, открытой торе, письменной торе и так далее. И до седьмого любавческого рэбби, который буквально еженедельно выступал с огромными уроками, можно так назвать, по поводу истории хасидизма. И вот эта книга собирает в себе все главные идеи хасидизма, связанного с праздниками. Но составитель этой книги, это человек, который в нашем поколении за последние десятилетия, можно сказать, 50-60 лет, стал главным хранителем именно внутренней мудрости этого учения. Рэбби Йойл Канн, как его называют в Хабаде, носил уникальную должность хойзер. Хойзер это повторяющий. Человек, обладающий феноменальной памятью, но не просто как граммофон или диктофон, что тоже было бы очень полезно, поскольку в шаббат и в праздники, когда в основном эти многочасовые выступления и происходили, нельзя записывать. И нельзя писать ни на звукозаписывающие устройства, ни записывать на бумаге. Такой человек, как Рэбби Йойл Канн, сидел перед Рэбби и после субботы все стенографировал, записывал полностью, что происходило в шаббат или в Йомдов. Но этого мало. Уникальная, феноменальная память и феноменальные знания Рэбби Йойла сделали его главным знатоком еще и внутренней логики хасидизма. Он составитель крупнейшего лексикона, он автор крупнейших концептуальных объединяющих книг, вот вроде этой. Сегодня Рэбби Йойла не стало, ему был 91 год. И можно сказать, что таким образом ушла иллюзия того, что живое слово хасидизма, оно в этом мире существует, с ними трубку и позвони. Почему иллюзия? Потому что, конечно, не мог снять трубку и позвонить, или не пользовался этой возможностью. Но вот сегодня эта иллюзия закончилась, это очень вовремя произошло, в 9 дней. Потому что, конечно, смерть такого великого ученого вполне сравнима с разрушением храма. Так что в этот 9 айм мы будем оплакивать не только два храма, но и Рэбби Йойла. Шаббат шалом, хорошей субботы и хороших нам всем новостей. Продолжение следует...